Слова Александра Третьего о том, что у России есть только два союзника, ее армия и флот, не теряют актуальности. Истребители ВВС Республики Корея 23 июля во вторник ранним утром сделали предупредительные выстрелы над Японским морем. По утверждению Минобороны Южной Кореи российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство страны, вынудив поднять южнокорейские истребители и открыть предупредительную стрельбу. Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи возле самых восточных южнокорейских островов. В ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы. Агентства отмечают, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО. Последний такой случай произошел 20 июня. Тогда два российских военных самолета пробыли в зоне действия ПВО Южной Кореи около получаса. Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.